Партнер программы «Оперативная съемка» – информационно-рекламный холдинг «Бизнес Кейс». Сегодня в программе гражданка Южной Кореи упала с видовой площадки во Владивостоке. Малолетражка улетела с объездной трассы в море в районе Патрокло. Водитель внедорожника сбил человека на пешеходном переходе во Владивостоке. Мошенники вновь активизировались в краевом центре. Как не стать жертвой преступников – главная тема программы. Туристка из Южной Кореи упала с главной видовой площадки над фаникулёром во Владивостоке. Молодая женщина хотела сделать селфи и села на проржавевшие перила, которые не выдержали. Пролетев метров 10 вниз, она упала на брусчатку. Женщину госпитализировали в тысячекоечную больницу с травмами различной степени тяжести. Состояние у главной видовой города плачевное. Плиты расползаются, перила ржавеют, мусор на площадке и на склоне. Разрушается памятник Кириллу и Мефодию. Проблема видовой в том, что уже долгое время у неё нет хозяина. Ранее площадка принадлежала Дальневосточному университету, как и здание, к которому она примыкает. Но университет давно переехал на русский остров, корпус пустеет, а процесс передачи имущества затянулся. Муниципалитету эта площадка не принадлежит, поэтому даже просто навести здесь чистоту город не имеет права. Хонда Фит не вписалась в поворот в районе Патрокло и улетела в море. Водитель Фита ехал по объездной со стороны русского и начал заходить на разворот, чтобы направиться в сторону города. Но не вписался в поворот, и его машина проскочила прямо в разрыв между леерными ограждениями. В результате Фит полетел вниз с высокой скалы, переворачиваясь через крышу. Машина рухнула в море, водитель малолитражки был пристёгнут и, к счастью, не пострадал. Мужчина выбрался наружу через лобовое стекло, после чего вызвал эвакуатор. 7 июня на Постышево водитель внедорожника сбил пешехода прямо на зебре. Происходящее попало в объектив камеры автомобильного регистратора очевидца событий. На записи, которую на своём канале опубликовал пользователь YouTube, видно, как машины стоят перед зеброй. На светофоре горит красный свет, и люди переходят дорогу. Жёлтый загорелся, когда не все пешеходы успели дойти до тротуара. Этого не заметил водитель Toyota Land Cruiser. Мало того, что он поехал на жёлтый свет, так ещё и избил человека. От удара пострадавший пешеход отлетел на тротуар. Насколько серьёзные травмы он получил, неизвестно. Хозяину Прада теперь грозит серьёзное разбирательство, а, возможно, и лишение водительских прав. Во Владивостоке активизировались мошенники о том, как не стать жертвой преступников и не отдать им последние деньги. Сегодня поговорим с начальником УМВД России по городу Владивостоку Сергеем Александровичем Гусевым. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, вот сегодня у нас с вами такой разговор о том, что во Владивостоке продолжаются случаи мошенничества, несмотря на всю информированность людей, достаточную или недостаточную, несмотря на то, что, в общем-то, история старая, как мир. Например, звонят, мама, я попал в беду, вышли срочно денег. И, тем не менее, люди продолжают на это реагировать. И реагировать нужным для мошенников образом. То есть переводят деньги, а потом выясняется, что всё в порядке. Вот почему это происходит? Происходит, потому что мошенники, они всё-таки больше психологи, скорее всего, да, они стараются подойти к каждому индивидуально и зависимо от этого. На самом деле они пользуются нашим, грубо говоря, непониманием ситуации и даже и делом. Ну, давайте рассмотрим один вопрос. Например, то, что звонят, типа, как от имени сотрудников полиции, правоохранительных органов, не только полиции, правоохранители, что сын попал в беду, там, дочь попала в беду, сбил кого-то, либо там, меня арестуют. На самом деле всё это прозаично. Люди должны понимать две вещи. Первое, это что? Принятие профессионального решения на момент задержания, совершения преступления и принятие профессионального решения задействована не один человек, а группа лиц, с которым фактически сговор невозможен. Потому что одни задержали, другие раскрыли, исследователь проводит, профессиональные принимают решения. И граждане это не понимают. Поэтому следователь самостоятельно принять решение такого не может. Именно следователь, либо какого-то там оперуполномочия, либо другого сотрудника правоохранительных органов. Люди должны понимать, что это целый цикл, это задействован не один человек и много. И на это рассчитывают, что, типа, вот, поделиться. Вторая проблема, которая существует на сегодняшний день, они довольно-таки тонкие психологи. И поэтому я всегда просил, в первую очередь, молодым людям, да, это родителям, чтобы объяснили своим родителям, да, что фактически такого не может быть. Дальше, что они пытаются сделать, чтобы вы понимали цикл весь момента, пытаются не потерять с ним связь. И просят не ложить телефонные трубки, да, чтобы, типа, оставайтесь на связи с нами, сейчас мы решаетесь. И исключать ту возможность, чтобы родители, либо там родственники позвонили непосредственно к нему. Это первый признак, что вас исключают из схемы, вам не дают возможность позвонить, чтобы не ложили телефон. Обращать на это сразу внимание. Да, хорошо, да. Надо воспользоваться, в первую очередь, установить этих родственников. Если в таких позвонить родственники ничего страшного такого нет, спросите, откуда вы, с какого вы подразделения, чтобы я могла подъехать. Вы не поверите, мошенники сразу отключат телефон и больше этот телефон не будет работать. Обязательно это делать. В первую очередь, установить с родственниками связь. Бывают такие случаи, когда звонят, ну, родственники, либо уехали куда-то, либо не могут сразу ответить в этот момент и начинают повторные звонки. Поэтому самое главное, спросите у этого мошенника, вы из какой организации? И вот тут начинается сразу, 100%, начинается схема их отходить от этого. Может быть, попросить представиться, да, назвать? Ну, они могут представиться, вне зависимости от этого, потому что в основном это делаются люди, которые ранее судимые, замошенничают, за эти факты, они знают, что могут представить следователям. Может, во-первых, полномочия, вне зависимости, это женщина, либо мужчина звонит. А вот то, что спросить, какого правоохранительного органа, и можно ли ваш телефон, чтобы созвониться с этими делами? Пожалуйста, невозможности. Ну, и прошу тоже незамедлительно в этих случаях обращаться сразу на непосредственно правоохранительные органы, непосредственно к нашим операторам 0-2, либо там 112, снова общая система оповещения, чтобы мы могли бы не реагировать и ни в коем случае не передавать никакие денежные средства. Не только передавать, если человек кто-то приедет, но если даже приедет, ни в коем случае запомнить, что это за телефоны человека и сообщить, чтобы человек сейчас подъедет к нам, чтобы мы могли быстро среагировать и задержать этих людей. Ну и тем более, там же второй способ есть, просят перевести непосредственно на этот телефон, просят, выясняя телефон сотовый, чтобы на него же тут же перезвонить и вести этого человека, не дав возможность позвонить ни родственникам, ни правоохранителям органов на электронные системы платежей. Вот эта тоже схема работает, поэтому попрошу, наверное, все-таки аграцитировать внимание, что ни один человек участвует в процессе задержания и предъявления обвинений по решению преступлений. Поэтому договориться с одним человеком фактически невозможно. А скажите, пожалуйста, вроде вот мошенничество, история такая старая, как мир. Есть какие-то новые виды мошенничества? Вот кроме аварий, на что еще может человек повести? Ну, на сегодняшний день очень такая схема распространенная. Хотел бы тоже отметить, мы все используемся платежными инструментами, это карточками, как соответственно. И когда мы получаем лебедерскую карточку, зарплатную карточку, вне зависимости от этого, любого банка, мы подписываем сами соглашение. И там никто не пользуется, никто никогда фактически не читает. Это считает, что мы все знаем, как и не печально. Но на самом деле там везде прописано, что самое главное, там на карточке с обратной стороны существует код, который ни при каких условиях, ни какому оператору, ни по электронной, ни по оператору, не передается по телефону, он предъявляется в случае платежа непосредственно в системе банка того, где там непосредственно офисе, либо при платежах, но опять же ограниченных онлайнах. На сегодняшний день развивается новая схема, уже действует не один человек, а несколько человек, которые непосредственно основная эта проблема блокируют, особенно Центробанк, ваша карточка заблокирована, либо выходит на оператора, с оператора типа оператор, у вас там перерасход по лимитам счетов, это новая тоже схема. Извините, да, выходит человек, обращается по этому телефону, и начинается очень интересная схема. Да, конечно, у вас такое, то мы сейчас переключим вам на оператор, и включается второй человек, очень интересно, и начинается, да, вот перерасход, мы вот обращаем внимание, и начинает человек, перечисляет полностью сам весь свой карточку и закрытый код. Соответственно, с этого момента вы дали доступ к электронному платежу непосредственно со своей электронной карты, подтверждение того пин-кода, который закрыт для вас, и вы подтверждаете, приплачиваете. Соответственно, мошенники этим пользуются и переводят наличные с этой карточки, наливают электронные счета. Тут я попрошу еще раз всех граждан, обратите на это внимание. Никому нельзя подтверждать ваш код. Тем более, когда начинают вас просить платежей, вы даже обратитесь. Оператор обращается к обычным, не с того банка, с которого вы подключили электронные платежи. Да, любой посредник там совершенно. В основном, это Центробанк, типа вот у вас там переплатежи, либо с такого банка, потому что сами мошенники не знают, с какого у вас карточка, какого легенды банка. Это в основном. То есть, вот давайте еще раз поясним телезрителям, не пин-код, 4 цифры, которые вы набираете, а 3 циферки на обратной стороне карты. 3 цифры, да, секретного кода, который принадлежит только вам, предназначен для этого карты. Все, да, другим пользоваться нельзя. И передавать этого никому в коем случае нельзя этот код. Современные какие-то гаджеты используют для мошенничества? Не знаю, может быть, смартфоны, планшеты или все равно все как-то по старинке? Да, на существо нет. Почему? На существо. Дело в том, что верх технологии растет. Да, мы все же понимаем, что смартфоны и технологии такие высокие, что на сегодняшний день даже мы никогда не успеваем за ними. Основное это про получение программ непосредственно вам на телефон. Я бы тоже очень хотел бы обратить внимание, там подключения особенно приходят даже по вашим рассылками. Каким образом получают операторы? Ну, это другой вопрос. Это в основном вайсапы приходят, веберы, не другие системы платежи, где приходят вам, подключитесь к этому. Если вы этого не знаете человека, вы им не пользуетесь совместно, зачем входить туда? Фактически при входе туда платежная система от тебя считывает определенное количество денег тому оператору, кто непосредственно, кому вы вошлись и подключились к этому. Фактически эта схема очень, конечно, интересная, да, но при этом, когда вы подключаетесь, да, тут тяжело сказать, мошенничество. Да, это фактически на мошенничество тебе списали деньги. Но на самом деле, когда вы подключаетесь к системе, вы соглашение подтверждаете, что вы, да, готовы сработать с этим императором, перевели туда деньги. И тут уже начинаются гражданские правовые отношения, и такие схемы очень сложно раскрывать на самом деле, что надо, ну, подходить, очень сложная схема. То, что сегодня еще используется очень интересная схема, это онлайн-платежи. Здесь тоже хотел бы предупредить, очень граждан, очень сложная. Попрошу обратить внимание, начинаем, мы выходим на электронные платежи, площадки, да, на сегодняшний день, их много, покупаем вещи, хотим покупать вещи. Ну, для Владивосток, для Приморцев, это в основном наши площадки. Тут существуют тоже, мошенники пользуются этой схемой. Но, очень интересно, попрошу наших граждан, да, человек хочет продать свою вещь. Это работает система психологии. Если он заинтересован в продаже этих вещей, он будет сам заинтересован вам предоставить этот товар в наличности, а не просить вас перевести часть суммы, и вот тут очень сильно говорят, вот у меня еще один покупатель появился, но если вы хотите купить эту схему, передиведи мне часть денег, и тогда мы тебе предоставим. Поверьте мне, это мошенническая схема, ни в коем случае не надо не переводить предоплаты людям. Это не только у нас, и не только по телефону, у нас по телефону, ну, на электронных платежах. А эта схема действует даже по обычным заявлениям, покупают машины, тоже так же. Вот мне тоже конкурент, что мы привезли в машину с Паска, вы переведите мне часть суммы, чтобы я хочу продать. Соответственно, заниженная цена машины и также любого товара. Поверьте мне, не надо никаких предоплат. По одной простой причине, эта схема может быть в мошеннике 100%. А если человек захочет, я захочу вам продать вещь, я найду тот способ привезти вам его, показать наличность. И только тогда вы оплатите наличным, безналом. Ну, это вот такая... А если предлагают заключить договор? На что, смотря? На покупку. Ну, вот приезжает продавец, говорит, вы вносите мне предоплату, мы заключаем договор. И вносит какие-то там свои данные. Значит, на сегодняшний день надо убедиться, первое, куда вы приехали, да? Тут вот тоже, опять же, с кем вы заключаете соотношение. Любой договор, заключение, гражданские правовые отношения между с кем. Надо, во-первых, понимать, у кого вы покупаете, юридическое лицо. Ну, тут схема может быть существовать мошенническая, в каком смысле? Значит, фактически, если эта схема мошенническая, представляется непонятно выдуманное ИП, там, там, одевальный предприниматель, либо от фирмы работают, то надо какие-то документы, подостверяющие, что это действительно тот гражданин представляет свои интересы. Могу привести пример. Человек заключает от ИП договор к организации наказания определенных услуг, да? Но организация не проверила, только он пришел. Да, действительно, от ИП Ивановой Натальи Петровны, допустим, да, я заключил договор то-то, то-то. Но заключается совершенно другой человек. И паспортные данные, даже, поверьте мне, иногда даже никто не смотрит его паспортные данные. Фактически, посмотрите паспорт, какое отношение он имеет к ИП, к этой. Да, вы можете связаться с этой ИП, потому что сегодня база налоговая, она открыта, производство. Мы можем связаться с ней, проверить. А представлять им даже интересы этой конторы. Ну и в первую очередь, я советую, конечно, паспорт. Паспорт. Конечно, паспорт – это документ, удостоверяющий личность. Если вы заключили, и обращаю внимание, когда вы заключаете договор, не с ИП заключаете договор, а непосредственно тем представителям, и тот Иванов должен быть прописан в договоре, чтобы потом вы уже в гражданских правовых отношениях, либо это уже схема мошенничества. Если только вы заключите договор с Ивановой, это один вопрос. А если кто предоставил паспорт, поверьте, у вас схема тут же ломается, если это мошенник. То есть, если человек отказывается предоставить договор, свой паспорт преданно успел от него уходить? Конечно, конечно. Это однозначно будет схема уже мошенническая. Конечно. Потому что на сегодняшний рынок услуг – это пожалуйста. А есть ли возможность избежать столкновения с мошенником? Есть, конечно, механизм. Я такой же гражданин Российской Федерации. Поверьте мне, мне тоже так же приходят от Центробанка, приходили смс-ки, что Центробанка мне ответственна, я вежливо отправил им смс-ку, что обращайтесь в следующий раз. Конечно, схема. Почему мы пытаемся вас, спасибо вашему, журналистскую копию, спасибо вашему каналу на сегодняшний день, то, что пониманием выходит в те проблемы, которые территориют граждан сегодня Приморской Вакары, города Владивостока, и надо людям донести эту ситуацию и объяснить. Особенно пожилым людям. Мне их просто иногда так жалко, и мы пытаемся все сделать для этого, но они немножко далеки от этих вот, переживают. И за детей. Вот это, чтобы родственники в первую очередь им объяснили. Мама, ни в коем случае не плоти никому, папа, ни в коем случае не реагируй на это дело. Это мы вместе с вами должны донести до них. А куда обращаться? В 02? Да. Любое, да, мы, посмотрите, поверьте мне, мы сразу реагируем на это дело, мы проводим схемы, мы раскрываем эти преступления. Да, они сложные, схемы мошенничества, но все равно, поверьте мне, у нас положительный опыт уже существует. И по всей России есть механизмы. А еще хотел бы что обратиться. Обратите внимание, с какого телефона с вас операторы. Мы все знаем наши дальневосточные операторы, да, Мегафоны, МТС, какие телефоны. Одну из схемы тоже, да, в основном пользуются операторами телефонов, которые не на территории Приморского края, которые зарегистрированы. Вот это тоже механизм, сразу обращайте внимание, что это сразу очень, я бы, допустим, сразу заволновался, а почему у меня с какого-то оператора, почему не телефон, а операторы Приморского края. Вот это 914, наши 924, это Мегафоновские вот эти моменты, а звонятся все на других регионах. Кроме 02, куда еще можно обратиться? Ну, у нас сейчас сегодня единая система. Вы чувствуете к участковым? Вы написали заявление? Если уже случилось. Если уже случилось, я попрошу, чтобы мы быстро смогли все реагировать, это непосредственно оператор 02. Но также граждане должны понимать, да, если они проводили электронные платежи, они могут тут же обратиться непосредственно в тот банк, оператор на выйти твой банк, потому что у операторов всех банков, даже, допустим, я потерял карточку, да, я тоже опираюсь в аппарат и прошу тут же подтверждение. А когда я звоню своим оператором, он привязан к моему телефону, она тут же подтверждает, что это да, Сергей Александрович, это вы, она уже видит, что с моего телефона звонит. Можно заблокировать, или в любой филиал тоже, чтобы заблокировать переводы счетов, потому что технически в течение суток это можно. Не надо ни в коем случае тянуть, если вы платили с электронных, тут же останавливать счета, чтобы не дать мошенникам эти счета перекинуть с других счетов, чтобы деньги ушли по другим операторам. Это очень тяжелая ситуация, догонять деньги тогда. И вот накануне записи мы с вами поговорили про то, что все-таки во Владивостоке ситуация с мошенничеством, хотя и достаточно напряженная, но нет роста, не участились случаи мошенничества во Владивостоке. С чем это связано? Ну, это больше, честно, с вашей работой, вместе, совместно, сразу, наверное, скажу, что мы все-таки гражданам, брось, обращаемся. На сегодняшний день, не поймите неправильно, не то, что мы там зарегистрируем преступление, не зарегистрируем преступление, главное людям объяснить, да, чтобы они не потеряли деньги, потому что все эти преступления очень тяжело раскрывать, на самом деле, задействовать очень большой массив информации, не только по Приморскому краю, Владивостоку, да, это по всей России, это механизм работает, потому что мошенник может находиться вообще и за пределами Российской Федерации, либо на другом регионе, поэтому это самое главное. А то, если мы будем гражданам, да, объяснять, доносить вместе с вами, да, и всем журналистским комплексом, все те моменты, нюансы, да, то, поверьте, у мошенников не будет шансов снять и завладеть деньгами наших граждан, а наша задача на сегодняшний день, и моя, в первую очередь, задача, и всего блока правоохранительства, который стоит за мною, да, и работает совместно со мной, чтобы ни в коем случае граждан не обманывали и деньги их не хитили. Будем доносить, значит, меньше у них шансов будет, и они прекрасно это понимают. То есть, главное, информированность. Да, на сегодняшний день, чтобы люди понимали, какие пути мошенничества. Я думаю, что совместно мы победим это с вами. Спасибо вам большое за интересный разговор, за полезные советы. Будем надеяться, что люди прислушаются, люди услышат вас и будут меньше реагировать на такие хулиганские выходки. Спасибо вам, в первую очередь. Спасибо, всего доброго. До свидания. Партнер программы «Оперативная съемка» информационно-рекламный холдинг «Бизнес Кейс». Партнер программы «Оперативную надеюсь», в нас Неизвний, но не подпишись вот такими De Condé. ?